Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео украшений. Все, кто у меня впервые на канале, я скажу, что я живу в Канаде и покупаю украшения в благотворительных магазинах. Показываю с ценами, по которым я их купила. Цены все в канадских долларах. На моём канале не только видео про украшения, на моём канале обзоры магазинов, примерки, всякие показы нарядов, красивых аутфитов, болталки, прямые эфиры. В общем, всё, что мы, девочки, любим. Абсолютно разнообразный контент на любой вкус. И всем, мне кажется, понравится. Все могут найти на моём канале что-то, что им интересно. Теперь я вам покажу быстренько затравочку сегодняшнего, того, что мы будем сегодня смотреть. Ой. Так. И быстренько убираем, чтобы не портить сюрприз. И перейдём, начнём показ. Итак, у меня украшения не только винтажные. У меня всякие украшения. И современные тоже я покупаю. Если они мне нравятся, если они оригинальные, необычные и за хорошую цену, то всегда покупаю такие украшения. Вот, например, как это. Стоило оно 6 долларов. Я сейчас, сейчас, сейчас. Откроем и посмотрим. Я думаю, что оно современное, это украшение. Но оно очень качественно, очень хорошо выполнено и очень симпатичное. Не то я делаю. Пытаюсь я открыть. Сейчас, минуту. Итак, стоило оно 6 долларов. Вот такая конфетка. В прямом приносном смысле этого слова. Маркировок никаких нет на ней. И ничего я не нашла. Хотя брошь очень оригинальная и необычная. Хорошо сделана с обратной стороны. Я думаю, что она современная брошь. Очень качественная. Знаете, вот чувствуется прямо вот. Она довольно тяжелая. Мне кажется, что ее нужно носить на что-то. Ой, секунду. Что-то у меня здесь. На какой-то тяжелый свитер или лацкан, лацкан, жакет или пальто. Потому что она довольно тяжелая. И будет на тонкую ткань она будет обвисать. Но она такая смешная, прикольная. В принципе, не серьезная. А такая шуточная, я бы сказала, брошь. Конфетка с красивыми очень белыми кристалликами. Милая вещь. Люблю необычные такие вещи, которые не везде есть. И ни на что не похожи. Так, следующая вещь. Это вот такие клипсы. Очень концертные. Или подиумные, как их еще называют. Я очень люблю большие украшения. И надеюсь, что найду, с чем их носить и куда. Даже уверена. Значит, 8 долларов они стоили. Не так уж дешево. Но очень они мне понравились. Маркировок на них никаких нет. Хотя вот здесь какая-то есть брошировка с обратной стороны. Но я не уверена, что она что-то означает. Я думаю, что означает она лишь то, что эта вещь не современная и сделана хорошим брендом каким-то. Потому что все-таки так заморачиваться с брошировками. Китайцы вряд ли станут. Хотя и китайцы сейчас делают. Очень хорошее украшение. Качественное. Но я все-таки думаю, что это винтаж. По фасону. По тому, как они сделаны. Видите, они наборные. Здесь вот пластиночка и все эти жемчужники набраны на лески, по-моему. Вы знаете, мне очень любопытно просто их рассматривать, как они сделаны. Видите, вот здесь вот леска. Я очень люблю всякие такие старенькие интересные вещи. Вот такая гроздь красивых бусин. Это она здесь немножко... Видите, одна облезла, по-моему, мне кажется. А так вообще... Или так должно быть? Не знаю. Нет, наверное, все-таки облезла. А так они в прекрасном состоянии. Хотя вот нет. Здесь с этой стороны тоже белые. Они, видимо... Это, видимо, так должно быть. Да, да. Две белые бусины. Серебряные. А все остальные синие. Как интересные шапочки на них. Очень любопытные. И они такие крепкие. Так хорошо сидят. Знаете, нету никаких... Не болтается ничего. В общем, прикольные. Мне нравятся гроздья такие яркие, красивые, синие. Знаете, как красиво будет с каким-нибудь подобрать, если по цвету платья. Я очень люблю большое украшение. И очень люблю большие серьги всякие. Мне кажется, они очень прикольные, классные. В общем, понравились мне они. Интересные, интересные вещи. Так, следующий у нас брошь. Классическая, 5 долларов. Классическая брошь. Винтажная, скорее всего. Но нету маркировок, по-моему. Сейчас проверю. Может быть, и есть ее. Я очень искала, потому что очень уж она похожа на что-то, что должно иметь маркировку. Но нет. Кстати, по поводу маркировок, вы знаете, да? Маркировки могли быть на клипсах. У меня, кстати, есть вот один набор. Я вам, может быть, в следующем видео сниму его. Или где-то... Ой, не могу открыть. Ой-ой-ой, не могу открыть. Сколько она стоила нам? 5 долларов. Так. Нет. Ничего. Маркировка могла быть на клипсах, на браслетах. Нет, есть. Смотрите, что-то есть. Нашли мы. Что-то есть. И здесь просто какие-то цифры. Смотрите, как странно. Что же это такое? 1, 5, 9, 6. Правильно? Правильно я вижу, да? 1, 5, 9 или 6, или 8. 1596 или 8. Это, конечно же, не год. Но какая-то странная, интересная маркировка. Что бы она ни означала. Все-таки я думаю, что это, конечно... Где-то есть клипсы такие же. Вот, может быть, на них есть маркировка. В общем, интересные какие-то цифры. А может, это 1900, а не пятерка. Нет. 1, 5, 9, 6 или 8, совершенно точно. Ну, в общем. Кстати, я хочу сказать такую вещь. Девочки, мне советуют иметь лупу под рукой. Никакая лупа не увеличит так, как увеличивают телефоны сейчас. И посмотрите. Разве может лупа увеличить больше? Мне кажется, что нет. Ну, можете, я ошибаюсь, конечно. В общем, брошь красивая, очень лаконичная. Прям, знаете, из... Я не знаю, что в ней есть, но... Какое-то такое благородство и формы, и металла. Посмотрите, есть разные типы металла. Есть брошировка, есть гладкий металл. И вот такая полукруглая загнутая форма. Очень красивая брошь, лаконичная. Она черный жакет, или на темно-синий, с серебряными пуговицами. Жакет будет выглядеть великолепно. Ну, и опять же, я повторюсь, я говорю это в каждом видео. Я очень люблю яркие броши с яркими кристаллами. Но для того, чтобы носить, вот такая брошь, она наиболее удобная. Это очень универсальная вещь. Вот броши из металла, просто металлические. К ним можно подобрать любые украшения. Потому что к ярким, цветным, блестящим, красивым брошям очень трудно что-то подобрать. И не к любой одежде они подойдут. А вот эта брошь подойдет к любому жакету, к любому пальто. Абсолютно по стилистике и по цвету металла она идеальная. Следующая брошечка. Тоже очень миленькая и хорошенькая. Сейчас проверю, если есть маркировка на ней. Видите, иногда я нахожу маркировку вместе с вами. Потому что вот эту брошь, цифры эти я не видела, когда я покупала. И, видимо, не видели те, кто оценивали. Иначе бы оценили дороже. Любая там какая-то типа маркировка тоже уже оценивается дороже. Эта брошь стоила 5 долларов. Что такое? Я же вроде тебя расстегнула. Вот так. Так, давайте посмотрим с обратной стороны. Брошь одуванчик я ее назвала. Так, что-то здесь есть? Нет. Просто площадочка. Есть. Нет. Нет, 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 нет. Ничегошечки нету. Но мне кажется, что она старенькая. Посмотрите, какая милая, очаровательная брошечка. Все камушки на месте, все кристаллики на месте. Белые кристаллы. Не пожелтели, не почернели. Очень хорошо вклеены. Очень такой, знаете, лаконичный сюжет, цветочек. Мне почему-то кажется, что это одуванчик. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Тоже очень универсальная брошь. Абсолютно ко всему подойдет. Невероятная красотка. Мне она очень нравится. Смотрите, как красиво переливаются и блестят кристаллы. Можно ли ее носить вместе с этой рядышком? Можно. Видите, как они подходят? Мне кажется, они очень подходят друг к другу. Они разного сюжета, но они как-то вот сочетаются каким-то своим цветом металла, какими-то вот изгибами, формой. Не знаю. Брошь не маркирована, но, мне кажется, винтажная. Очень симпатичная. Очень веселая, забавная и милая. Очень-очень миленькая брошечка. Так, следующие у нас клипсы с термосет. Я думаю, что это термосетовые клипсы. Их очень много всяких разных. Они маркированы. Это типичное такое изделие 50-х, 60-х годов. Что-то у меня есть к ним подобное. Или браслет. Или... Или браслет. Или... Брошь. Не знаю. В общем, или браслет, или ожерелье. Это... Кто это у нас? Кора, да? Кора всегда очень плохо видны. Очень плохо видна маркировка. Почему-то Кора так делала маркировку, что она стиралась. Ну, это Кора, конечно. Вот. Есть вот здесь вот этот значок. Есть здесь Кора. И на второй клипсе тоже. Очень много было такого типа. Видите, значок у них стоит на одной броши в Кора. Ой, на одной клипсе только. Вот здесь в углу значок. А на этой нет. Копирайд. Это очень типичные такие, знаете, клипсы Кора. Они были разных всяких цветов. Вообще типичные клипсы из термосета для тех времен. 50-х и 60-х. Их много разных вариантов. Разных цветов. Разной формы. Вот эти вот... Обрамления вот этих вот термосетовых вставок. Лаконичный тоже приятный цвет. Такой кофейно-коричневый. Ой, лампа моя мешает. Но я надеюсь, что вам видно. Они, безусловно, интересные. И я постараюсь найти. Уж не буду тратить ваше время ходить сейчас искать. Вернее, свое время. Потому что вы все равно... Вы не ждете меня. Я все равно выключаю видео. Если найду, то или в следующем видео, или поставлю вставку фотографии. Если у меня есть похожий брошь или оживили, или браслет. Мне кажется, что что-то есть. Я обязательно постараюсь найти для вас. И покажу вам. Так, следующие клипсы металлические. Тоже маркированные, по-моему. Скука они нам стоили. 5 долларов. Один из моих заходов в мой любимый магазин, где еще можно купить маркированные изделия за более или менее несумасшедшие деньги. Так, 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 снимаем. Кто же это у нас? Где-то я... По-моему, мелькнула у меня маркировка, да? Ой-ой-ой. Как же я... Это надо будет все вырезать, конечно. Никому не интересно смотреть мою борьбу с тикеткой. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Какая у нас маркировка? Моне? Нет. Буше. Ого. Ничего себе. Это, оказывается, клипсы Буше. Вот это да. Я даже, если честно, не разобрала, когда их покупала. Мне казалось, что это Моне написано. Что-то сослепо. Значит, это клипсы Буше. И стоили они 5 долларов. Представляете, какие чудеса еще можно найти в наших секундах. Шикарно, красивые. Напоминающие как будто пламя. Или какие-то всплески огня. Или что-то так. Факел какой-то. Что-то такое. Очень красивые клипсы. Это очень хороший, дорогой бренд. Наверное, стоят они немало. А мне стоили 5 долларов. Шикарные. Красивые. Хорошо сделанные. Красивый металл. Очень-очень я довольна. Особенно, если учесть, что я не знала, что я покупаю. Следующие клипсы. Да. У меня много есть такого типа клипс. И много есть брошей. Несколько брошей такого типа. И есть клипсы такого типа. И я все равно их купила. Несмотря на то, что они стоили 7 долларов. В коллекцию ли. Или соберусь я когда-нибудь продавать. Что-нибудь. Я очень давно собираюсь начать что-то продавать. Потому что у меня очень большая коллекция. И мне уже просто ее некуда складывать. Кстати, тоже посмотрите. Брошировка на задней панели. Они необычные. Посмотрите. Они отличаются от всех вот таких вот клипс. Сделанных из бусин Аврора Бориали. С тем, что на конце почти каждой бусины. Еще есть маленький кристаллик. Тоже со стразом Аврора Бориалис. Это очень редко встречается. Я никогда раньше ничего подобного не видела. Поэтому я их купила. И это бренд. Где-то была маркировка. Avon. Ну, всего лишь Avon. Хотя Avon есть очень дорогие изделия. Avon делала для очень дорогих компаний. Вернее, дорогие компании делали для Avon украшения. Я всегда считала, что наоборот. Но недавно я узнала, что... Почему-то я думала, что Avon делал для компаний более престижных, более дорогих украшений. Поэтому иногда стоит Avon и какие-то еще там буквы или цифры, которые обозначают, что Avon был сделан для какой-то другой компании. Но недавно я обнаружила, что все наоборот. Компании ювелирные, бижутерные делали украшения для Avon. И некоторые из них очень дорогие, очень ценятся. Ну, это, по-видимому, обычный Avon. Но они бесподобны. Красивые, прекрасные. Очень-очень симпатичные клипсы. Я очень такие люблю и вообще собираю. У меня уже целая коллекция вот таких клипс из бусин Аврора Бориалис. Давайте посмотрим на эту брошь. Стоила она 8 долларов. Эта брошь сделана в стиле Дамаскин. У меня есть несколько браслетов, сделанных в стиле Дамаскин. И, по-моему, какие-то серьги, но я не уверена. Так, значит, брошь в стиле Дамаскин и вообще украшения в стиле Дамаскин, они есть оригинальные, а есть как бы сделанные в этом стиле. То есть, ну вот, для туристов, что называется. Я, честно говоря, отличить не могу. Не помню, если нашла ее в интернете. Если нашла, поставлю. По-моему, находила что-то подобное. Поставлю сбоку картинку. Если нет, то нет. По-моему, это настоящий Дамаскин. Хотя, не могу утверждать, я не специалист. Но выполнена прекрасно. Очень красивая брошь. Ну, вот обратная сторона у нее вот такая. Они обычно не маркировались ничем. Красивой формы. Видите, иголочка такая старенькая. Красивой формы. Интересно, как будто лента перейдет. Несколько лент, как будто перемотана клубочком. Я не могу сказать, что это мои самые любимые украшения Дамаскин. Но я отдаю им должное как чему-то своеобразному и очень такому этническому. Мне кажется, что они стоят того, чтобы их коллекционировать и носить в том числе. Вот такая вот прекрасная брошь в стиле Дамаскин. Очень красивая. Так, следующее колье. Колье, колье. Вот такое вот колье маркированное. Стоило оно мне сколько? Сколько? Восемь долларов. Ну, потому что оно маркированное и все такое. Кто же это у нас? Что же за маркировка? Давайте искать. На крючке нету. По-моему, была маркировка на самом колье какой-то из сторон. Смотрите, в прекрасном состоянии. Да. Что это у нас? Кора, да? Да, это у нас кора. Прекрасно сохранилась. Нигде не почернела, не обрезала, ничего. Хотя кора этим страдает. Должна вам сказать. Застежка, крючок, цепочка вот такая вот совершенно обыкновенная. На конце шарик. И вот такие звенья. Очень красивые. И вы знаете, я когда ее покупала, я очень воодушевилась, потому что я помнила, что у меня были такие клипсы от Кора. Я, по-моему, вам их показывала в одном из моих прошлых видео. И я увидела это упрошение и подумала, о, ля-ля, у меня будет комплект. Как здорово. Я так радовалась. И пришла домой. И как у кого же было мое разочарование, потому что клипсы, да, абсолютно точно подходят. Но они золотые, а украшение серебряное. То есть это, да, абсолютно комплект, как вы видите. Но не то пальто. Другого цвета. Эти я вам показывала, по-моему, в каком-то из прошлых моих видео. Они тоже маркированы. Маркированы Кора. Я помнила, что у меня что-то такое было. Ой, была уверена, что вот сейчас я сложу комплект. Но комплект не сложился. Хотя, видите, здесь серебро, здесь золото такое неявное. Оно такое желтое, лимонное. Но, конечно, все равно цвет не тот, к сожалению. А украшение вот это тоже очень лаконичное и очень универсальное. Абсолютно много к чему подойдет и много с чем его можно носить. Вот, кстати, к этой броши, например, я думаю, что будет вместе. Их можно носить очень хорошо. Посмотрите, как они подходят друг к другу. А клипсы эти сережки мы уберем, потому что они совсем не подходят друг к другу. И следующее украшение. Вот такая милейшая, чудеснейшая брошечка. Стоила мне недешево 10 долларов. Ну как? Так у нас сейчас стоят маркированные винтажные украшения. Красивые. Которые привлекают внимание и глаз. Я считаю, что это недорого по нынешним ценам. Давайте посмотрим, кто же это у нас. По-моему, тоже Эйвен. Да, это тоже Эйвен. Но она, конечно, винтажная, судя по этим заклепкам, как вы видите. И ее можно носить как кулон. Вот так. Кстати, очень милый будет кулончик. И так. И так, и так. Брошка. Так, застегнем ее. Тугой замок не очень хорошо работает. Вот это я так не люблю. В общем, работает, но с трудом. Брошечка очаровательная. Посмотрите, какая красотка. Милейшая. Синие незабудки. Голубые кристаллики. Наверное, стеклышки. Да, стеклышки. Красивое обрамление из очень красивых желтого металла. Какая-то вязь. Очаровательная брошечка. Может служить брошь и может служить с кулоном. Это очень классно. Это очень удобно. И можно носить и так, и так. Красотка. Вот такая вот чудесная. В прекрасном состоянии. Вот такая вот чудесная красотка. Ну что ж, дорогие друзья. Вот такие у нас сегодня были украшения. Такой у нас сегодня был показ. Я надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Если вы впервые на моем канале, то я очень надеюсь, что вы со мной останетесь. Если не впервые, то я очень рада всем моим старым друзьям. Я жду от вас комментариев. Ваших мыслей о том, что я нашла. О том, что вам больше нравится, что вам меньше нравится. А сегодня все. С вами была Деда из Канады. Всем пока. Бай-бай.